Три, два, один! Новому заводу по производству лекарственных препаратов от компании Валар дали зеленый свет. Оценить масштабы предприятия приехали федеральные и краевые власти. Первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цып, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также депутат Алтайского краевого законодательного собрания. Во время экскурсии они увидели все этапы производства, а также то, как алтайские растения превращаются в фитотерапевтические препараты, которые известны всему миру. Почти 35 тысяч квадратных метров, 4 производственных блока и оборудование мировых производителей. Мощность нового комплекса позволяет выпускать 2 миллиарда таблеток и капсулы ежегодно. Это позволит Валару в полтора раза увеличить объем выпускаевой продукции. Если взять тему фармацевтики, то мы все равно прекрасно понимаем, что когда-то был период, когда у нас еды практически нет. Эта тема, ниша, довольно жестко конкурентная и требует очень высоких критериев. И качество, и технологии, и всего остального. То, что мы сегодня увидели на заводе, этому отвечает. Стоимость нового современного комплекса – 5 миллиардов рублей. Объем инвестиций, который уже вложила компания, свыше 2 миллиардов. Это, конечно, хороший сигнал всем остальным субъектам хозяйственной деятельности, всем инвесторам, участникам рынка, о том, что в Алтайский край можно и нужно приходить. Мы постараемся создать, еще раз повторю, все условия, чтобы это было и возможно, и эффективно, и долгосрочно. Пока здесь открыто только первое производство лекарственных препаратов растительного происхождения. Следующим этапом стартует второе – по производству синтетических лекарств. И в Новосибирске, и в Иркутске, и в Тюмени есть компании, которые активно развивают фармацевтику, тоже являются одним из лидеров фармацевтического рынка. Вот, например, Валар занимается сейчас введением второй очереди в 2020 году по синтетическим препаратам. Абсолютно очевидно, что компании и институты, которые в Сибирском федеральном округе занимаются химическим синтезом, могли бы стать будущими партнерами компании Валар. То, что такая якорная фармацевтическая компания расположена именно на территории Алтайского края, имеет огромное значение для экономики и социального развития региона в целом. Это и новые рабочие места, с новым производством их будет порядка 300 и миллиард рублей налоговых отчислений в бюджет края. Когда власть адекватно относится к бизнесу, бизнес начинает развиваться. И, наверное, ключевым индикатором является то, что прибыль, которую аккумулирует предприятие, она инвестируется обратно в развитие этого предприятия. По сути, происходит реинвестиция. И вот такого рода реинвестиция, она важна не только для экономики, например, Алтайского края, но и для создания кадрового потенциала, для создания интеллектуального капитала, в принципе, в целом регионе. И, на мой взгляд, на примере этого предприятия это происходит. И, по сути, вот создание высокотехнологичных рабочих мест, создание вот этого кадрового ресурса – это некая основа для того, чтобы привлекать и других инвесторов к нам в регион. Я думаю, что это одно из ключевых в развитии Алтайского края. Для регулярных инвестиций, признают власти, нужна более существенная поддержка. Мы, наверное, где-то недорабатываем. И мы сегодня тщательно изучаем наш законодательный рынок, части поддержки инвестиционных моментов, части поддержки инвестиционных моментов. Очень много посещаем предприятий, самых малых, средних, больших, для того, чтобы еще раз посмотреть, где на сегодняшний день мы, законодатели, в рамках формирования нашего правого поля могли бы помочь в этой части. В лекарственном портфеле компании 27 препаратов. В планах расширять ассортимент. В это поможет новое производство. Тем более, потребность есть. Лекарства и биологически активные добавки от Валара пользуются спросом не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами, так как они соответствуют международному стандарту качества GMP. Мы реализуем натуральные средства для поддержания здоровья. Это биологически активные добавки. В 25 стран мира реализация идет. Но в основном, конечно, по объему это составляет 10% от общего объема, что мы реализуем. Сейчас компания Валар не просто восполняет недостаток лекарственных препаратов, но и составляет уверенную конкуренцию дорогостоящим зарубежным аналогам. Цена бийских таблеток ниже на 40-50%. Валентина Аскерова, Алексей Фризин, Сергей Даровских. День с толком.